доброе время суток слышать только что прошел дождик наконец-то нас редко-редко до дождики бывают слышите позже какая красота трель трель за трелью трель за трелью то дождь то солнышко красота а я дорогие мои занимаюсь уборка и сейчас решила сделать перерывчик поставлю кофе с вами вместе попью кофейку и кое-что накипело пора поговорить но еще звукотерапии немножко и и будьте благословены все те кто не ленится и благословляет меня своими комментариями добрейшими своими сердечками и другими добрыми добрыми делами словами таким образом поддерживая духовно наш канал именно поэтому мы здесь когда мы друг дружку поддерживаем и конечно же я не могу не сказать одно очень важное слово посмотрите что написала это я сразу говорю благословение всем тем кто подписан на мой канал и кто каждый день неустанно пишет это первое они всегда первые получают благословение всегда я прошу газ господа бога взглянуть на их прошение на их моление и воздать им по их прошения дальше всех тех кто с нами соприкасается так или иначе и кто только что заглянул на наш канал подписывайтесь увидите как ваша жизнь изменится теперь пишет не елена святая она задает мне вопрос она пишет кто такие хейтеры я и написала что в следующем видео специально для вас моя дорогая еленушка я вам расскажу кто такие хейтеры хейтеры это люди или не люди или как я их называю это бесовские отродия которые наполнены желчью они наполнены грязью они наполнены злобой жестокостью завистью недовольством гневом ложью но они чувствуют безнаказанность они лезут в жизнь человека вот например мальчик его зовут сам вэл адамян кто не знает зайдите это очень хороший человек на самом деле его так загнобили боже я просто в шоке это хейтеры вот почему это происходит потому что в свое время сам велик он позволял им это он позволял писать гадости под своим каналом он позволял говорить о себе и вот это зло она накручивалась накручиваться когда ты позволяешь злу входить в свой дом он входит но кроме того что он входит он уже варяжно себя чувствует он у тебя занимает уже самую лучшую комнату он раскладывает свои жиры там и начинает поглощать тебя самого конечно я не позволяю на своем канале гадить и поэтому у меня есть совершенно замечательный защитник это мой редактор который удаляет всю гадость так вот они которые безнаказанно лезут жизнь человека не отравляют ее своими ядовитыми изрыганиями в сети но при этом они не понимают закона вот этого зло порождает зло оно порождает там где начинается и действует зло там где впускают его понимаете именно там не впускайте ни в коем случае не впускайте зло не к себе же в жизни удаляйтесь от зла замечательнейшие слова в библии я вот сам велу бы написала вместо вот всех картины всего я ему написала бы просто такие слова удаляйся от зла слова защиты библейские слова и в рамку бы в рамку и повесила для специально для хейтеров шкодничал он да шкодничал сейчас как это шкончил котлеты выбросил с чем-то капустный боже это мужчины мужчины они по сути по своей шкодники они иногда шкодничают так что не замечают как кого-то обидели но нельзя же так такой ком на него завернули там чуть ли из него не знаю с такой ненавистью его блогеры некоторые стали выставлять блогеры знаете по-украински есть такое слово с хоменитис прекратите вы что возьмите себя в руки вообще кто вам дает право именно гонобить человека другого вот почему я никогда не осуждаю блогеров вы знаете очень много действительно грязных блогеров именно грязных которые собирают грязь со всех каналов и выкидывают в мир и их там поддерживают подогревают перед ними йорды не чуть но вот этот человек он чистый он чистый как бы вы не хотели его очернить шкодничал да где-то может быть перегнул палку ничего все бывает он живой человек он не ангел как-то где-то ошибся не ошибся но линчевать на весь мир мой боже он выбросил котлеты капустные что он устроил как он так линчевать люди лицемеры какие же лицемеры вы знаете многие блогеры показывают сейчас я вам покажу что знакома вам эта сцена дорогие мои вы скажете кто это кто это мы их не знаем кто это это санкт-петербург это самара это другие города а это мусорка это в очереди стоят чьи-то матери и чьи-то отцы пенсионеры с помойки кушающие отходы это не отходы они сами не отошли их выбросили в то время как вот девочка журналист показывает как уничтожают огромное количество сыра бульдозерами уничтожают просто с ума сойти бульдозерами уничтожают еду в то время как в очереди стоят в очереди я имею ввиду в мусорке за просроченными продуктами стоят чьи-то отцы и чьи-то матери люди лицемеры какие же лицемеры и вы линчуете человека который обеспечил своей маме своей маме достойную старость его мама одета обута накормлена напоена и вылечена он ее излечил от рака и практически восстановил от сахарного диабета посмотрите как она стала выглядеть как он за ней ухаживал посмотрите как он ее возил по всем клиникам и в минск и везде где только можно забыли как же вы можете так как вы может дай бог каждому такого сына как сам вел и так что вы меня спрашиваете кто такие хейтеры хейтеры это вот те которые накинулись за выброшенные котлеты за на сам вела с таким гневом с таким ядом все отписываю все вы накормите напоите свою мать своего отца оденьте обуйте обеспечьте жильем так как обеспечил сам вел обеспечьте самой лучшей клиникой и в конце концов он свою маму он сделал все чтобы продлить ей жизнь и излечить от рака он свою маму обеспечил от и до обеспечил достойный хороший комфортный в теплоте в чистоте старостью он человек не ангел но мы все не ангелы и все бывает прав не прав и теперь я представляю вот если я сделаю вот так какую-нибудь ошибку неловкая вот такой вот что-то переиграю или еще что-то знаете как играют переигрывают иногда блогеры просто переигрывают особенно актеры а он по своей натуре актер и вот я представляю я что-то сделаю не так да да заклюют потому что вроде как живу спокойно все это такие матершинные письма поступают на почту потому что понимают что внизу на канале мой редактор не позволяет ни одной грязной строчки проникнуть для того чтобы не отравить канал вы знаете однажды сын когда он у меня был подростком рос и что-то как-то не так было и я написала сам велику и он тут же ответил ответил и вот его ответ он настолько повлиял на моего сына что я ну очень благодарна этот человек он умеет откликаться на беду других я вам хочу сказать если вы не верите посмотрите моя любимая блогер людмила из флориды посмотрите он и ей в свое время помог и другим блогерам но когда его клюют и вот так вот линчевать то извините меня сейчас великий пост и с одной стороны кричат он выбросил котлеты великий пост а с другой стороны вот так линчевать хаять его великий пост зло вот такое выкидывать в эфир великий пост вы сдерживайтесь великий пост это прежде всего сдержанность в такое время нужно быть сдержанным он ничего такого не сделал чтобы вот так его просто линчевать ребята ну просто взвесьте все свои плюсы и минусы и вы поймете и вы поймете что не к его плюсы это перевешивают все все абсолютно эту шкоду которая там может быть с чьей-то точки зрения на шкоде вы знаете главная мысль моя нет тепла нет кипения нет слова божьего нет веры я всегда молюсь о своих любимых блогерах я молюсь о своих подписчиках я молюсь за их семьи я по естественно за мою семью естественно за моих родных и близких всех 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 сестер сестру за братьев за их детей внуков за двоюродных сестер за дядю за своего за бабушку любушку которую тетушкам за всех абсолютно кто так или иначе соприкасается со мной там или нет кто дорог моему сердцу и это все и я отношу в мир и прошу бога чтобы он не судил строго и чтоб он благословлял нас и поверьте мне за сам вела я тоже молюсь я думаю его господь бог благословит благословит я бы хотела конечно чтобы сам велик и людочкой другие они делают божьи дела ну и воздавали славу тогда они себя оградят они смогут спокойно оградить себя от хейтеров даже если они будут читать просто псалом 90 каждый день это мощнейший псалом сам вел если ты меня слышишь читай его провозглашай его вслух он в библии посередине псалмы давида называется небольшой псалом 90 называется псалом давида 90 псалом сам вел он мощно охраняет оберегает от вот этих вот нечестивых и еще напиши такую фразу удаляйся от зла эта фраза из библии она тебя также уберет от вот этого всего что прилипает к нам к блогерам если ты 10 процентов уделяешь боку 10 процентов слова божьего 10 процентов или даже меньше веры то 10 процентов веры 10 процентов будет результата если 50 процентов веры 50 процентов результат а вот если сто процентов веры или полное погружение в Слово, возьми обязательно Библию себе. Божье стопроцентное будет, стопроцентные результаты. Вот это определение хождения в веры или праведной верою жив будет. Так написано римлянам, глава 1 стих 17. Я всегда провозглашаю, праведной верою жив будет. Будешь ты жить и процветать. Мы молимся о тебе, ты это должен знать, но и вот сейчас солнышко вышло. Посмотрите, только я начала об этом говорить, и прямо солнышко вышло. Просто солнышко вышло. Просто все засияло. Посмотрите, как распускается, кстати. Вот все распускается. Это распускается сирень у меня здесь под окном. Я всегда ее показываю, как она у меня цветет. У меня сирень крупная-крупная здесь. А там соседи напротив, с другой стороны. И солнце, все в лучах солнца. Ну вот, вот отсюда сразу выйду, покажу, как солнышко. Только начала я об этом говорить, праведной верою жить будет. И тут же все в лучах солнышко. Ну вот как, какой дождь. Вот он вам покапал, покапал вам чуть-чуть. И все, и до свидания. И до свидания. Посмотрите, такая красота. Весна, друзья мои. Весна красна. И эту фразу тоже напиши. Это римлянам, глава 1, стих 17. Праведный верою жив будет. Когда присутствует 100% веры, сам Вэл, Людочка, моя интернет-семья, все запомните, или полное погружение в Слово Божье. Вы вообще не можете заболеть. Вообще не можете заболеть. Это называется жить в божественном здоровье. А я люблю вас. Будьте благословенны вы и ваши близкие. И, надеюсь, я ответила на то, что такое хейтеры. Так что вот этим хейтерам, которые вот здесь вот внизу, посмотрите. Сейчас я вам покажу. Вот видео, которое называется «Постные котлеты». Постное меню. И тут такое стали писать, такое стали писать, что, ну, просто я в шоке. Вот я бы заблокировала бы здесь вообще все комментарии. Потому что тут и на маму. Да вы что? Вы себя святыми возомнили. Вы такую грязь пишете на маму. Как вы смеете? Такое вот пишут. Посмотрите. Вот. И вот когда мне приходят вот такие вот, посмотрите, вот, посмотрите. Я не хочу читать это. Вот, видите? Когда вот такое мне приходит, как вы думаете, как реагирует мой родной человек, редактор? Конечно, он это все, во-первых, убирает, во-вторых, блокирует. В-третьих, он по IP-адресу, он у меня умница в этом плане, прослеживает. И очень многих несколько аккаунтов. И со многих аккаунтов они гнобят, ну, меня или вот таких людей, как, например, Самвел Адамян. Поэтому, дорогие мои, вот это вот все, что вы пишете, вот это вот все, оно все вернется в тысячи раз. Поэтому возьмите, отогрейтесь при помощи Святого Писания, потому что нет тепла, нет кипения, а нет Слова Божьего, нет и веры. И молюсь и за вас, пусть Господь Бог даст вам благоразумие и ментального здоровья. Будьте благословенны все. Люблю вас, пока-пока. Люблю и мою интернет-семью, именно благословенную. И лишний раз убеждаюсь, какая у меня благословенная интернет-семья. Низкий-низкий вам поклон. Пусть Господь Бог усмотрит всем вам, моя интернет-семья, все те, кто подписаны, кто только что подписался, подписывайтесь, напишите, как вас зовут. По вашим нуждам, пусть вас даст он. И по вашим молениям. Субтитры создавал DimaTorzok